Санитарная эпидемиологическая обстановка Верхоянском улусе по 7 случаев в Амгинском, Мирнинском и Татинском По 4 случая в Зарегистрановленском, Мегиноконголазском, Уссалданском и Чуропчинском По 3 случая в Вилюйском и Горном По 2 случая в Зарегистрановленном Валайховском, Верхневилюйском, Оленюкском, Сунтарском По 1 случая в Валекминском и Ханголазском улусе Уважаемые жители республики Сахаякутя, особенно жители Ханголазского улуса и Вилюйской группы улусов Необходимо обратить внимание на то, что количество случаев выявленных коронавирусного носительства увеличивается практически каждый день и фиксируется каждый день на протяжении последних трех недель. В связи с этим необходимые меры, которые сегодня рекомендуются гражданам, являются обязательными для органов местного самоуправления, должны соблюдаться. У лабораториями Управления Роспотребнадзора и Учреждения здравоохранения продолжают осуществляться исследования на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки проведено 3613 исследований. Необходимо обратить внимание, что в республике продолжается непосредственно у нас процедура, связанная с вакцинацией населения. На сегодня использована вакцина 69,2% от общего объема поступивших в республику. Вакцина постоянно в республику поступает как для вакцинации, так и для ревакцинации. На сегодня в республику поступило 482 755 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Получили первую дозу 328-442 человека. Ревакцинировалось 5 607 человек. Еще раз обращаю внимание жителей республики на необходимость ревакцинации в тех случаях, когда были провакцинированы по истечении 6 месяцев и, соответственно, либо переболели в течение 6 месяцев. Уважаемые жители республики Сахая-Кутя, несмотря на все усилия, которые применяют сегодня медицинские работники, несмотря на все усилия, которые мы с вами применяем для того, чтобы защищаться от инфекции, тем не менее продолжают фиксироваться смертельные случаи на территории республики. В основном это все случаи достаточно тяжелые, а врачи принимают все меры для того, чтобы сохранять жизнь пациентов. В основном все случаи сегодня вообще попадания в больницы, они связаны с гражданами, которые вакцину не получали. Все, кто получал вакцину, проходят течение заболевания, проходит легче, в зависимости, конечно же, по состоянию от основных заболеваний, которые имеют граждане. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на необходимость вакцинации для того, чтобы избежать в том числе несчастных, печальных случаев.